Всем привет! Друзья, как я неоднократно рассказывал, одним из плюсов Новороссийска является прогулка не только по морю, по берегу, но и по горам. И одним из минусов Новороссийска является, конечно же, сильный ветра, сильный нардос. Но мы сегодня решили совместить плюс и минус. Посмотрим, что получится в итоге. Прогуляемся по горам в сильный нардос. Ставьте лайки, отдыхайте, подписывайтесь на канал. Начинаем! Дяденька шел, не успел заснять, кепку у него унесло. Но мы припарковали, здесь такой своеобразный пятачок. Тут даже маршрут есть, как двигаться удобнее, как лучше. Двигаемся спиной вперед, иначе ветер забьет весь звук. Ничего не услышите, что я говорю. Задувает знатно. Так ехали сюда, остановка перевернута, стоит на магистральной. И в парке Фрунзе деревьев навалило опять очередной раз. Столько насадили, уже повалило. Что тут за схема, Андрюха? Это что? К памятнику казакам. Были там неоднократно, конечно же. Участвовали в мархоттрейле и показывали это самое знаменательное местечко. Ну что, Андрюха, пошли в гору. Вы, наверное, обратили внимание, мы сегодня так неналегке идем. Толстовки, ветровки, шапки зимние. Ну, как говорится, не май месяц. Ух! Сдувает просто. На мое удивление, обычно, когда дует сильный нардост, над горами спускается так называемая борода. Ну, или если посмотрят мне на ворсицы, какая борода, скажут. Это же обычные облака. Ну, такая особенность, сленг местных. Если говорят местному, посмотри, какая борода, первым делом он смотрит на горы, а не на лицо. Вообще, мы так идем без перерыва, быстрым шагом. Ну, мы люди натренированные. О, я-я-я! Андрюха кинулся все снимать, все фотографировать. Посмотрите на этот вид, а! Конечно, это искусственный разлом. Если в ту сторону пойти, там будет карьер, где добывают цемент. Вот как раз-таки из таких пород его и добывают. Ну, выгрызанно, конечно, вид обалденный. Ну, я не побоюсь этого слова. Это, наверное, самое красивое, дикое место всего Маркотского хребта. Не согласны со мной? Напишите свой вариант. Двигаемся дальше. Вот это порывчик, а, Андрюха! Боишься, унесет, да? Подпрыгнешь и будешь себя искать где-то там, внизу ущелья. А какой вид отсюда открывается, а? Красота-то какая! Лепота! Город практически на ладони. Приморский и восточный район. Сейчас поднимемся выше и покажу точно весь город. Поднялись на один из привалов. Ну, пока отдыхаем. Пользуясь случаем, как вы знаете, мы активно занимаемся всей семьей спортом. Так вот, часто в комментариях вы спрашиваете, где мы приобретаем спортивные товары. На наш взгляд, лучший магазин в Новороссийске это Евроспорт. Сколько раз мы туда не заходили, всегда есть все в наличии. И самое главное, цены гораздо ниже, нежели в других магазинах, либо на сайте. Например, живой пример. Нужны были шиповки. Нигде в Новороссийске мы их не нашли. Только в Евроспорте. Нужны были шиповки на легкую атлетику детям. Сереге футбольная атрибутика. Он у нас активно занимается футболом. Бутсы, форма. Всегда есть все в наличии. Но если интересна тема спорта, более подробную информацию о магазине Евроспорт я оставлю в описании под этим видео. Вспоминается Мархот Трейл, когда пробегали по этому маршруту. Вот эта лужа была одним из препятствий. Ну, кто-то прям по ней бежал. Я так обошел с краешку. Но она, правда, и побольше тогда была. И здесь грязюка пожиже. О-я-я. Прям ностальгия. Андрюха, ну как боевой настрой? Прикольно. Жарко? Ага. Да, тоже, когда начинали наш путь, думаю, надо было курточку одеть. Сейчас спина вспотела. Можно было бы эту ветровку снять даже. Но это так идем сейчас. Ветер не дует. Сейчас выйдем обратно в ущелье. Опять задует. Слева горы и справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный джаз. Араваевай. Почему-то такие напевы в голову приходят. Перекресток с 7 дорог. Как вам эти полянки? Немного весеннего настроения. Хоть май месяц, но все-таки не май месяц, как я сказал в начале видео. Хотя все зелено. Весеннее настроение все равно присутствует, даже несмотря на такую ветреную погодку. Двигаемся сейчас справа. Покажу вам то самое ущелье, но только уже вид сверху. Мне кажется, если есть на свете край света, то он находится именно здесь. Вот так идешь. Идешь себе, поднимаешь голову. О-ля-ля! Даст из фантастиш! Зер гуд! Кемска волость! Ну, обрыв на самом деле, не гилый такой. Ух! На противоположной вершине виднеется какая-то крепость, замок. Не знаю, что это такое. Ну, на обратном пути поднимемся на эту гору и посмотрим вблизи. Вот она вершина. И да, здесь, наверное, на верхушке самый сильный ветер задувает. На финиш. На финиш. Идем на финиш. По поводу города на ладони. Вот такая небольшая опушка какая-то. И вот он, он красавец. Там помещаются. Все районы помещаются. Но если приблизить, то на одной ладони весь город. Лепота. Гора Колдун, кстати, совсем недавно с Андрюхой там прогуливались. Делали обзорчик. Теперь с противоположной стороны гуляем. Ну что, пару красивейших видов, пару красивейших фоток и двигаемся дальше. Кстати, это внизу, для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, карьер новороссийского цементного завода Пролетарий. Ну что, идем. Асфальтная дорога. Да, у нас в горах можно встретить асфальт. Как бы это странно ни звучало. Берегите лес от пожара. Золотые слова. Ну и поворачиваем здесь налево. Еще одна развилочка направо через эту гору будет следующая гора. Лысая. Одна из самых больших гор Новороссийска. Лепота, красота. Стоял бы и стоял. Ну как-то ветерочек задувает, долго не постоишь. Сдувает, да и прохладно на мокрую спину становится. Ну а теперь только вниз. Дошли до того самого ущелья. Сейчас, как и планировали, будем подниматься вверх. Посмотрим, что там за крепости стоят. Ну как-то смотря снизу, кажется, гораздо дольше подниматься, нежели с горы напротив. Вот это задувает, а! Держись! Давай руку! Просто он уносит! Давай руку! Давай, давай! Этим граффити на этих скалах лет больше крепости, которые сейчас вам покажу. Еще древние пигмеи рисовали здесь на стенах, на скалах. Шутки за 200. Ох и задувает тут на вершине, а! Сейчас так немного укрылись. Последние метры. Интересно, каким образом сюда доставляли... Ну цемент, ладно, добывают на месте. А вот песок для приготовления качественного раствора. Ну камни тоже, думаю, местные. А вообще, друзья, кто знает, что это за постройки, обязательно напишите в комментариях, буду весьма признателен. Сын сделал свое предположение, говорит, это древние греки строили. Все может быть. Что, идем в сторону машины? Друзья, частый вопрос, который вы мне задаете, подсказать вам наиболее лучший район для проживания в Новороссийске. Ну вот здесь, стоя на горе, отчетливо видно. Восточный район, как я неоднократно подмечал, это промышленный район, порт, цементный завод, Черномор, Транснефть и другие предприятия находятся именно в восточном районе. Далее справа Мефодиевка, Стандарт, Чесхарис. Если говорить о предприятиях, то на Стандарте и Мефодиевке единственное предприятие это Леватор, хотя недалеко находится Новороссийский мазутный терминал. И если ветер будет дуть в сторону Мефодиевки от него, то отчетливо слышны запахи мазута. Центральный район, ну говоря, в Центральном районе, в принципе, не так далеко от порта находится, от лесного порта. Ну, там никаких сыпучих грузов нет, поэтому Центральный тоже подойдет. Ну и наиболее, не знаю, самый лучший, наверное, район для проживания это Южный. Ну, минус однозначно его густонаселенность. То есть, если посмотреть на весь город, то большинство человейников, как их называют, находятся как раз-таки в Южном районе. Ну и, конечно, напоследок Приморский район. То есть, то, что за лесополосой в ту сторону, как раз-таки это Приморский район. Там Цимдалина, 13-й микрорайон и так далее. Ну, и из минусов, это, конечно, удаленность от моря. Наверное, самый удаленный район это Приморский. Поэтому так и называется Приморский. Дорога кончилась, точнее, не кончилась. Уходит в сторону горы обратно, откуда мы пришли, влево. Придется идти на профстед через Чигиря, через Кучери. Вон наша машина виднеется. Не самый лучший маршрут мы выбрали. Придется возвращаться обратно. Просто непролазные Кучери. Настоящие Чигиря. Не, мы суровые южные ребята. Нас Чигирями не испугать. Колючки. Да, шанс на выжить. Да. Гуськом идти, единственный шанс здесь проползти. Зацепился. Такой своеобразный обрывчик, а. Придется преодолевать и его. Первый пошел. Давай, давай, давай. Пять минут, полет нормальный. Все, прилетел. Нормально. Второй пошел. А мне-то руку никто уже не подаст. Еще и с камерой. Вышли на основную дорогу. Финишная прямая до машины. Но ничего, бывает. Что там по пройденному маршруту? Сейчас сажу. Посмотрим с эффектом 3D. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. А вот и цивилизация. Дошли. Ну и на этой ноте предлагаем с вами попрощаться. Друзья, понравилась прогулочка? Поддержите лайками, баллайками. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик. Обняли, приподняли, поставили. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.